Легендарный Грушинский фестиваль плотно врастает корнями в историю культурной жизни огромной страны. В этом году барды и туристы со всей России и стран ближнего зарубежья отмечают полувековой юбилей своего детища. Согласно традициям, на круглую дату принято делать подарки. Эта непростая задача легла на плечи организаторов, которые основательно подошли к решению вопроса. В короткие сроки им пришлось обновить инфраструктуру у Мострюковских озер, чтобы романтики с гитарами чувствовали себя комфортно даже в самых отдаленных уголках культовой поляны. Но начали все-таки с платформы. Теперь это не просто переволочный пункт, а новая визитная карточка фестиваля. Добраться до Грушинского фестиваля можно разными способами, но, пожалуй, самый проверенный это железнодорожным транспортом. В этом году платформа имени Валерия Грушина претерпела значительные изменения. Здесь организовали концертную площадку, стоянку и зону фудкортов. Находиться здесь одно удовольствие. Раньше такого не было. Очень хорошо. Все очень сильно поменялось. Прям в лучшую сторону. Сам железнодорожник, поэтому мне все нравится. Как бы обустройство сделали все для людей. Некоторые локации остались нетронутыми. Естественную красоту поляны уже давно создала природа. Главная задача человека – не навредить. Перед тем, как спуститься вниз, не забывайте, что справа от лестницы находится отличная обзорная площадка. Здесь можно сделать не один десяток замечательных фотографий и селфи на свой смартфон. Еще в прошлом году спуск к палаточному городку был настоящим экстремальным аттракционом. В дождливую погоду туристам приходилось быть особенно сосредоточенными, чтобы не скатиться по склону у подножия горы. Там ступеньки просто отсутствовали, но теперь это стало частью истории. Лестница в небо или несколько сотен ступенек, ведущих от платформы Валерия Грушина к основной поляне фестиваля – это, пожалуй, главный подарок для всех любителей бардовской песни к юбилею в этом году. Можно бесконечно рассказывать о том, что еще изменилось на Мастрюковской поляне, но лучше увидеть это своими глазами, приехав на фестиваль в выходные. А вот зачем еще стоило понаблюдать воочию? Не успели мы спуститься с обновленной лестницы, как нас подхватила волна из творческих людей и понесло в самый эпицентр событий. До церемонии открытия остается всего несколько минут, и на поляне Грушинского фестиваля уже начинается праздничное шествие всех собравшихся гостей, поэтов и музыкантов, которые уже через несколько минут придут к главной фестивальной сцене. Ну, конечно, масштабы поражают, отношения людей поражают, все по-братски, все тепло. Тепло было не только Сергею, который приехал в Самарскую область из солнечного Мариуполя. Самые креативные гости на юбилей достали из гардероба экстравагантные наряды. Деду Морозу со сцены квартиры точно пришлось попотеть, но внимание собравшихся этого наверняка стоило. Я схожу себе по праву, я схожу себе по праву, независимый моряк. После яркой официальной церемонии открытия на главной сцене туристы разбрелись по палаточным городкам, чтобы продолжить подготовку к первой бессонной ночи. Наша съемочная группа напросилась в гости в лагере на себе, прочувствовала все тяготы и лишения жизни под открытым небом. Стоит отметить, что плюсов оказалось значительно больше. Что готовите сегодня, что вечером будем кушать? У нас есть чай. Чай, ага, чудесно. Походный, самый лучший. Ага. У нас есть горячая вода всегда, чтобы сделать чай. Тоже важно, да. У нас есть остатки прекрасные ухи. Вот, у нас есть в казане вот такой гуляшек. Так, с сосисками, да? Да. И с капустой. Пожалуйста. Ага. Дальше. И мы приготовили макароны. Ну, макароны такое всегда. Слушайте, ну прям шведский стол я вам хочу сказать. Выехать на природу, послушать песни, поесть каши с костра, выпить чаю крепкого, обняться с друзьями – это самое для нас главное. Музыканты, приехавшие на Мострюковские озера в первый день, заряжались энергией и готовились к концертам на центральной аллее фестивальной поляны. Автор-исполнитель Веста Солянина дала нашей съемочной группе эксклюзивное интервью. Ты увидишь чудо. Реально. Вот этот фестиваль единственный, который не спит, который всегда в любые времена. Этот Грушинский фестиваль – это абсолютно точно батарейка для поколений. Вечером поляна у Мострюковских озер утопает в лучах летнего заката. А в это время на поляну Грушинского фестиваля продолжают пребывать гости со всей России и стран ближнего зарубежья. За моей спиной находится плавучая сцена гитара. И уже 1 июля там состоится главный галоконцерт с участием лучших музыкантов этого года. 1 июля мы весь день будем работать на Грушинской поляне и рассказывать вам о том, как завершается 50-й легендарный юбилейный Грушинский фестиваль. Анатолий Головко, Константин Головин. События.